21 мая в Украине провели акцию «Все в вышиванках». Поддержать инициативу призывали общественные активисты в соцсетях. В славянский день вышиванки отметили флешмобом, во время которого национальным орнаментом разрисовали тротуар улицы Свободы. Организатором выступило сообщество «Гуртом Славянск». Во флешмобе приняли участие около 70 жителей города. Большинство были одеты в вышиванки. В Широкино также поддержали инициативу активистов. Бойцы Азова одели вышиванки в честь праздника национальной одежды. Об этом сообщает пресс-служба полка «Азов». Как отметили этот день в Мариуполе, видел корреспондент общественного телевидения Донбасса. «И мы вместе одели вышиванки и вышли на театральную площадь. Разрешите сегодня вас всех поприветствовать от имени Мариупольского городского головы Юрия Юрьевича Хатлубея. Пожелать всем мира, добра и благополучия». «На сколько лет, наверное, это впервые мы празднуем такой день, день вышиванки. Ну, как бы это символично в данной ситуации, в данном положении страны, я думаю, это символично поддержать или Украину, поддержать такие национальные праздники». «Святая вышиванка – это святое национальное, которое нас объединяет и творит какие-то единственные умовы, чтобы мы все разом будовали нашу Украину. Украина – Украина наша». Сессия Славянского горсовета завершилась конфликтом. Мужчина, представившись помощником депутата Анатолия Бавздаренко, члена Коммунистической партии Украины, вступил в спор с общественным активистом, выразив мнение, что вскоре в город придут люди из Донецка и выгонят всех патриотов Украины и Славянска. «Вы тоже у корыта, да? Нет. Я хочу, чтобы вы ушли быстрее, понимаете? Вы потеряли Донбасс давно. С вами разберемся. Донбасс давно раз потеряли Донбасс. Может, вы потеряли? Вы и Крым потеряли, вы все потеряли, ребята. Нет, ваши ждания сбежали. Мы ж пока ничего не потеряли. Мы ж пока воюем еще. Ничего. А вы все ждете сидеть. Не дождетесь. Не дождетесь. И вас выметут, выметут. Не дождетесь. Как грязь. Как грязь. Грязь вас. Вы не люди. Вы грязь. Это вы с пановаремцы. Это вы с губарем, с пановаремы. То, что вы говорите. Да. Хотели на халяву автоматом себе взять чуть-чуть, да? От жизни. Что неудачники. Не получилось что-то. А вы лизали жопу американцам. Да. Черную американскую жопу. Лежите. 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 Вкусно. Вкусно, да? Вкусно. Чище, чем у Пономарева. Да. Американская жопа другое. Пономарев жрал давно. Давай. Подлицы. Подлицы. Что, депутат? История не стреляет. Повтореет. 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 Нормальный мужик. Повтореет. В ночь на 20 мая в Харьковском институте неотложной хирургии скончался 42-летний доброволец Карпатской Сечи, а позже военный 30-я бригада ВСУ Александр Ермаков. Об этом сообщили в пресс-службе Карпатская Сечь. Как рассказали военные, ранение Ермаков получил в боях под Артемовском 12 мая. Він був членом Дубропольской самообороны. Одним з найбільш активних почав нам допомагати, долучатися до наших справ. Як тільки ми створили свій підрозділ волонтерський, перевели військовий, добровольчий, підрозділи висунулися на виконання бойових завдань, то він підійшов до нас, попросив взяти до нас свого сина. Син у нас прослужив певний час, прийняв рішення переводитися у міліцейський підрозділ Січ. І тоді, власне, Олександр попросився до нас у підрозділ. Як танкіст перевівся у Збройні сели України. Пішов добровольців, став танкістом, ми йому повстіли, щоб могли допомагали. Ось він часто звертався до нас. Ну і тут прийшла ця новина від нашого спільного товариша, що він знаходиться в Артемівську з пораненням. Ну, ми зробили все, що могли. Дякую за перегляд!